Я хочу сделать несколько утверждений о молитве, и некоторые из них будут перекликаться с тем, о чем мы уже говорили. Но так как они есть в моем конспекте, я хочу о них сказать. Итак, первое, ваш самый глубокий духовный опыт, скорее всего, произойдет в вашей личной молитвенной комнате, нежели чем на общем богослужении. Иными словами, если вы будете развивать постоянную посвященную молитвенную жизнь, вы будете переживать Господа в это молитвенное время, будет глубоким и влиятельным, будет таким же глубоким и влиятельным, как то переживание, которое вы имеете на общем богослужении. Очень хорошо, когда нам служит пастырь или учитель, но более глубже, когда вы находитесь в молитвенной комнате, и Бог лично говорит прямо в ваш дух. Это одно дело, когда мы слушаем, когда пастырь говорит, но совсем другое, когда мы слышим, как Бог говорит нам. И это то, что происходит в нашем личном времени. Разрешите, я вам дам несколько простых определений молитвы. И это, возможно, будет в тесте. У меня был такой профессор, который постоянно так говорил. И я тоже хочу использовать такую возможность говорить так же. Молитва. Двустороннее общение между Богом и человеком. Двустороннее общение между мной и Богом. И мы поговорим об этом больше завтра. Больше сделано через молитву, чем больше делается через молитву, чем через обучение. Через планирование, устанавливание стратегий, применений и служений. Я выбираю это слово особенно для того, чтобы... Потому что вы лидеры, вы будете это применять. Вы, как лидеры, будете преподавать учению. Как лидер, вы будете планировать. Кто из вас любит администрирование? Есть несколько, которые делают из вас. Бог благословляет вас. Вы можете взять все мои административные дела, если вы хотите. Это наименьше, на менее любимая часть моего служения. Но некоторые люди, они одарены для этого. Если вы одарены или нет, но вам все равно придется администрировать. Как лидер, вам нужно будет строить стратегию. И после того, как вы спланировали и имеете стратегию, вам нужно это воплотить в жизнь. И вы будете применять это. И так, по той причине, что вы лидер, вы будете служить, осуществлять служение. Но основание всего этого – это молитва. И для нас будет проще, если мы сакцентируем свое внимание на обучении, на планировании, на применении, служении. И, на самом-то деле, это все может забрать все наше время и силы. Но ничто из этих процессов не будет эффективными в Царстве без молитвы. Наше обучение должно рождаться из молитвы. Мне нужно, необходимо слышать голос Господа. Я должен учить с помазанием. Мое планирование. Я должен слышать его от Господа. Потому что, если я так не делаю, это получается человеческим планированием, а не Божьим. То же самое с моими стратегиями. И, когда мы говорим о служении, если я собираюсь служить человеку, должно быть что-то в моем сердце, что направляется к этому человеку. Это не просто проявление служения. Даже если идет речь о исцелении. Это не просто возложение рук на кого-то. И молитва исцеления. Если нет уж чего-то внутри меня, это просто действия и слова. Но то, что рождается внутри меня, это любовь к человеку. Любовь Божья. Помазание. Желание, чтобы этот человек к Богу прикоснулся и исцелил. И это все остается во мне такое ясным или живым тогда, когда у меня есть молитвенная жизнь. Потому что вас будут просить о многих служениях. И многое время мы действительно так вовлечены в разные служения. И по этой причине служение может происходить автоматически. Как деятельность. Но, понимаете, мы призваны к чему-то большему. Если нет чего-то внутри меня, тогда я не высвобождаю ничего. Аминь. И все зависит от моей молитвенной жизни. Которая позволяет всем вещам, которые я исполняю, иметь власть в них. Я могу сказать это другим образом. Молитва, она готовит путь. И когда мы развиваем нашу молитвенную жизнь, дисциплина молиться помогает создать у нас ухо, которое слышит Бога. Если молитва – это двустороннее общение с Богом, тогда часть моей молитвенной жизни – это научиться слышать Господа. И для некоторых людей это начинается просто с простого понимания. Просто быть молчаливым перед Господом. Да, иногда, иными словами, мы приходим к Господу со списком, о котором мы молимся. Но Бог не только заинтересован в нашем списке. Он заинтересован в нас. И когда мы общаемся с Богом, общение – оно двустороннее. И по той причине, что Дух Божий живет внутри нас, Библия говорит, что мы можем слышать голос Божий. И мы растем. И растет моя способность слышать. И когда я продолжаю посвящать себя в молитвенной комнате, я буду расти в своей способности слышать Господа. И мне кажется, я скажу следующий пункт другими словами. Но молитва высвобождает поток Духа Святого в нашей жизни. И следующее очень похоже к этому. Молитва – это путь, по которому помазание получается. По которому мы получаем помазание. Разрешите, я вам это объясню. Молитвенная, утренняя молитва. Я не буду говорить о утренней, а просто о молитве. Молитва. Она убирает хаос и беспорядок в нашем уме. Кто из вас страдал когда-нибудь от такого суетного ума? Постоянно что-то шумит, что-то происходит. Мысли. Идеи. Вещи, которые я слышал, что они хороши. Вещи, которые я считаю, что они плохи. Вещи, которые я вижу, что они хороши. Вещи, которые я видел, но они не хороши. Дьявол. Он всегда говорит. Иногда наш ум просто наполнен голосами. И постоянно что-то происходит. Иногда мы сталкиваемся со страхами. Я боюсь чего-то. Я беспокоюсь о чем-то. Я чувствую беспомощность. И мы все понимаем, что мы это проходим. И бывают времена, когда это просто растет. Понимаете, о чем я говорю? И бывают такие времена, когда мы не можем сказать самому себе, что перестать так действовать и думать. Были ли у вас такие ночные ужасы, когда вы чувствовали, что ваш ум постоянно продолжает думать? И вы себе сами говорите, так, перестань говорить, то есть иди спать. И вы через 30 секунд опять начинаете с собой разговаривать. А потом говорите, я сказал остановись. Ну, нам есть о чем поговорить. О чем же мы сейчас будем говорить? Ну, я хотел бы об этом поговорить. И вы не можете как бы так продолжать говорить самим собой. И это происходит в разные времена. Молитва. Помогает прояснить вот этот беспорядок и хаос в нашем разуме. Тогда, когда мы идем вот в места молитвы. Когда мы фокусируемся на Господе. Когда мы имеем общение с Господом. Когда мы поклоняемся Господу. И внезапно мы можем как бы успокоить, привести в мир наш дух и наш ум. Молитва может убрать вот такое беспокойство из нашего разума. Молитва также убирает обстоятельства и планы врага. Библия говорит, что дьявол постоянно борется против нас. Он не такой, как мы. Он не такой, как любой верующий. Но если вы собираетесь стать лидером. Вы в его списке. И он не любит вас. Он будет делать все, чтобы вас разочаровать. Чтобы послать обстоятельства, чтобы вы проиграли. И чтобы вы тратили свое время на другие вещи. И нам нужно как бы остерегаться этого. Но есть место, куда мы можем прийти, чтобы вернуть все на свои места. И это место молитвы. И, скорее всего, мы об этом поговорим так особенно на следующие дни. Но я также хотел бы поговорить о том факте, что Сатан не только нас ненавидит. Но он на самом-то деле ненавидит молитву. Он знает, что молитва – это залог победы. Он знает, что молитва – она двигает небесами. И он не хочет, чтобы мы молились. Он будет сражаться против вас, молящихся. Он будет менять ваше расписание. Он будет делать беспорядок в вашей жизни с другими вещами. Он любит создавать такие вещи в вашей жизни, которые делают вас слишком занятыми. Он любит помогать вам занять такую удобную для вас позицию. Что я имею в виду, когда меняется ваша позиция? Чувствовали ли вы себя так, как будто вы не чувствуете себя в молитве? Просто я не чувствую себя так. Почему же мы себя так не чувствуем? Почему? Это хорошо или плохо? Это плохо, но я не чувствую, что оно мне нравится. И это выглядит так, что похоже на то, что когда каждый раз моя жена просила меня помолиться, у меня было плохое настроение. Я не чувствую, что это нужно. Она говорит, что? Ты пастырь. Нам нужно помолиться. Но я не чувствую, что это именно сейчас нужно сделать. Дьявол, он мастер в этом. Он знает, что такое маленькое сделать, чтобы ваши чувства пошли против. Он всегда нацелен на то, чтобы сдержать вас от молитвы. И когда через взаимоотношения между мужем и женой, он не хочет, чтобы муж и жена молились вместе. Есть огромная сила в молитве единства между мужем и женой. И он сражается против этого. Он сражается против каждой попытки, вашей помолиться. Я хочу прочитать эту цитату Самуэля Чадвика. Это очень известная цитата. Может быть, вы ее слышали раньше. И вот, что говорит Самуэль Чадвик. Сатана не боится ничего, кроме молитвы. Его единственная цель заключается в том, чтобы святые люди не молились. Он не боится учений о молитве, работы без молитвы, религии с молитвой. Он смеется над нашим трудом, он насмехается над нашей мудростью, но он дрожит, когда мы молимся. Он дрожит, когда мы молимся. Он знает, что это наш источник силы. Источник власти. Потому что он знает, что он в пройдной позиции перед Богом. И поэтому ему нравится держать нас в занятости. Его даже не беспокоит, заняты ли мы хорошими вещами. Просто чтобы мы были заняты для молитвы. Я не знаю, как насчет вас, но для меня сегодня очень просто стать слишком занятым. У нас есть очень много таких устройств, которые берегут время в нашей культуре. Но каких у нас не было в прошлом. Все варианты устройств, которые сохраняют время. Это телефон, но это больше, чем телефон. Иными словами, все, что вам нужно сегодня сделать, вы можете сделать с помощью вот этого. И вы можете сделать это быстро. Я живу 4000 мили через океан отсюда. Но я могу отослать мне, Павлу, лекцию этого учения. Подойдя к компьютеру, подойдя к почтовому ящику, мне даже не нужно вводить его полный адрес. Я просто начинаю с буквы П. И мое имя в списке. Выбираю его. И я выбираю вот этот символ прикрепления файла. Нажимаю на него. Иду в мою, как бы, в папке. И по той причине, что я только что недавно работал с этой папкой. И эта папка находится в ссылках, в быстрых ссылках. И я просто клац-клац. Отправить. И все. И я получил. Он получил. И это очень, как бы, действительно выглядит прекрасно. Когда компьютер это начинает исполнять. И мы начинаем думать, давай же, давай же. Что же не так? Что же неправильно? Устройство, которое сохраняет нам время. И с кем бы я ни говорил, у них нет времени. Удивительно ли это, правильно? Мы должны. Мы должны. Выбирать. Чтобы у нас было время. Молиться. Мы должны. Если мы это не делаем. Если мы это не планируем. Если мы не сдаем этому приоритет. Мы не будем это делать. Как бы, как бы, ошибка в планировании, это планировать проигрыш. Это переводится? Это звучит лучше, чем в английском, правда? Да. Мы должны. Мы должны. Не по той причине, что у нас есть религиозные обязанности. Не по той причине, что у нас есть религиозные обязанности. Не из того чувства, что мы думаем, предполагаем, что Господь стоит и показывает нас пальцем и говорит, что нам нужно молиться. Не из того, как бы, понимания, что это религиозная работа. Но из того чувства, что нам это необходимо. Если мы хотим быть успешными в Царстве, мы должны быть мужчинами и женщинами молитвы. Мне необходимо молиться каждый день. Я не стану тем, кем мне Бог призвал, если я перестану молиться. Я не смогу сделать то, к чему меня Бог призвал, если я не молюсь. Мы должны молиться. Нам нужно молиться. Зная, что дьявол, он сражается с нами. Но также веря в эту цитату, мы знаем, что он дрожит, когда мы молимся. В Царстве, без молитвы, мы безсильны, безнадежны, плотские, безжалостные и только религиозные. Я не хочу быть просто религиозным. Я хочу быть духовным. Я хочу вступить на уровень сверхдуховности. Я хочу действовать в Царстве Божьем. И без молитвы я не смогу это сделать. Я не могу. Я могу сделать вид, что это у меня получается. Но без молитвы я не могу. Я хочу сделать очень сильное такое утверждение. Если мы не люди молитвы, И, возможно, мы верим, что мы приносим плод. Я хочу вас натолкнуть, чтобы вы поняли, Есть уровень глубже. Есть работа. Есть глубже работа или большая работа. Большая работа происходит тогда, когда есть постоянная, посвященная молитвенная жизнь. Аминь. Аминь. Кто из вас хочет идти глубже? Кто хочет из вас быть сильнее? Я люблю задавать вопросы, на которые есть простые ответы. Но такие не будут в тесте. Аминь. 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 Ну, где мы на времени? Потому что я сейчас вступлю в следующий. Как далеко мы? Валенцин, сколько у нас есть времени? Десять минут. Десять минут. Десять минут. Окей. Я не хочу вступить в это. А может быть у кого-то к этому моменту возникли вопросы? Ваш может, это касательно последнего утверждения? Если мы не люди молитвы или если мы люди молитвы, там есть кто-то участка? Самой Чадвик? Да, нет, последнего. Если мы люди молитвы, возможно, мы верим, что… Но если мы не люди молитвы, то есть уровень глубже оказывает. Если мы не люди молитвы, и мы верим, что приносим плод, то есть уровень глубже. Уже вопросы по поводу? Уже вопросы? На втором? Третий вопрос? Нет. Мы люди молитвы, но… Мы верим, что мы берем премьер. Все вопросы? Уже вопросы? Есть еще вопросы? это хороший вопрос как в чем разница вот утренняя молитва дневная или вечерняя как бы есть ли разница и мы поговорим об этом возможно завтра хорошо как я могу развивать свои навыки слышания господа наилучшая возможность развивать свою способность слышать господа это через такого посвященного изучения писания мы будем говорить о применении писания в нашей же молитвенной жизни и поэтому когда мы читаем писание писание само себе говорит что оно слово божие оно вдохновлено богом иными словами бог вдохнул в него иными словами оно также помазано петр говорит что божье слово оно живое оно как семя семя которое живое и так как в каждом семени есть внутри жизнь когда семя садится оно начинает расти и приносить плод и поэтому есть жизнь в слове божьем и так как мы даже говорим что вы есть свет в слове божьем бог он вдохновил людей через дух святой написать писание и по той причине что мы верующие дух святой живет внутри нас когда мы читаем писание это не просто слова и и дух святой он применяет вот это место писания к нашему сердцу я так думаю что и яков об этом говори когда бог он сеет или применяет слово в наше сердце павел use the word it gets like им принтед вот створи из эфизиан 1 17 как как апостол павел говорит эфизианам 1 17 что божье слово но это как что он просветил да да что он просветил что же происходит когда я читаю писание я могу прочитать несколько стихов и внезапно это как бог начинает внезапно разговаривать со мной и что я слышу что бог говорит и как бы дух или дух голоса такой же который проговорит сама сейчас если я постоянно практикую это день за днем я буду через писание слышать голос божий который говорит к моему сердцу и некоторые люди называют это слово рэма получить рэма и некоторые люди они называют рэма это такое личное откровение от бога для человека вы знаете о чем я говорю вы читаете писание тут внезапно бог через писание говорит к вам и когда вы так поступаете день за днем ваши духовные уши начинают распознавать этот голос может быть я сделал 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 свое чтение и отложил его и я нахожусь в своем я нахожусь в своем я нахожусь во время своей молитвы принимания и я распознаю этот голос потому что этот голос я получил когда я читал писание и он растет и я в этом как бы становлюсь более зрелым поэтому вы иногда можете не читая писание вы можете не молиться вы можете просто идти по улице с людьми в Одессе и бог проговаривает к вам и вы понимаете что вы распознаете его голос поэтому это самый лучший путь изучения понимания голоса божьего изучения научения его и он это произойдет обязательно Иисус сказал что я знаю своих овес они знают меня и они будут слушать мой голос чтобы к тому моменту чтобы распознавать мой голос от голос врага потому что также есть голос врагов которого мы называем дьяволом но Иисус говорит что по той причине что они знают мой голос они будут распознавать голос врага и мы будем знать что это голос врага и мы будем отвечать по другому с ним мой телефон может звонить сейчас если я не посмотрю на номер а просто подниму его и это если это будет моя жена я могу сказать об этом сразу же да потому что я слышал этот голос 32 года уже я узнаю этот голос везде это взаимоотношения это по той причине что мы говорим почти каждый день и это очень хорошо когда я нахожусь по всему миру я могу говорить с ней но теперь я также могу видеть ее лицо я сначала начал думать что это не очень хорошая вещь раньше когда я возвращался домой после длительной поездки особенно когда я уходил где-то на 30 дней я возвращался домой жена меня обнимала она была очень рада что я вернулся домой я скучала за тебя я скучаю за тебя поцелую 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 все было очень так прекрасно что я не хотел никогда покидать а теперь из-за этой причине что фейстайма или скайпа видеочата вайбера я вижу ее лицо каждый день куда бы я ни ушел когда я здесь был в прошлом мае или мае июнь это была также 30-дневная поездка когда она меня подобрала ну встретила в аэропорту она опоздала она даже не зашла в аэропорт она написала мне смс что я жду тебя в машине что она находится в машине и она сказала оу любимый и поцеловала что я видела тебя каждый день и это все теперь уже никакого фейстайма никаких скайпов ты будешь скучать за мной когда я буду приходить домой аминь пускай бог благословит вас мы продолжим завтра